Хотел бы отдельно отметить, чтобы белорусы не верили той пропаганде, которую мы слышим от стран Запада. Но когда Советский Союз прекратил свое существование, у нас в городе исчезла эта библиотека. Я считаю, что роль, которую на данный момент играют США и страны НАТО, отрицательная. И это может привести к крайне негативным последствиям для всего мира. Это не то, что поможет Бразилии полностью победить бедность и неравенство в стране. Почему приехали в Беларусь? Я приехал в Беларусь для того, чтобы познакомиться с белорусами, белорусским обществом. Для меня это представляет большой интерес еще и потому, что я изучаю социализм и историю Великой Отечественной войны. Многие страны участвовали в Великой Отечественной войне, но Беларусь – это страна, где лучше всего сохранена память о ней, где на наивысшем уровне поставлена работа по сохранению памяти о подвиге народа. Я планирую пробыть в Беларуси 12 дней. За 10 дней я уже успел посетить Хатынь, Брест, Могилев, Поршу, Витебск. Был в музее Великой Отечественной войны и должен отметить, что белорусское общество мне очень понравилось. Беларусь очень организована, очень дружна и очень красива. Я даже хотел бы здесь остаться на более длительное время. Что вам больше всего понравилось в Беларуси? Поскольку я изучаю историю Великой Отечественной и Второй мировой войн, то в первую очередь я обращаю внимание на то, как в государстве сохраняется память об этих событиях. Именно это больше всего восхитило меня в Беларуси. Я также обратил внимание на то, насколько красивые, чистые города в Беларуси. Насколько хорошие дороги, насколько приятное общество. Если говорить о том, что произвело на меня наибольшее впечатление, то я хочу отметить музей Великой Отечественной войны. Он великолепен. Видно, что была проведена реконструкция, что все было организовано по-новому. Он интерактивен, много выставочных образцов. И это производит невероятное впечатление. В том числе поражают и размеры, и площади, и то, как все организовано. Поскольку я изучаю Великую Отечественную войну и увлекаюсь танками, для меня было особо приятно увидеть музейные экспонаты танков-оригиналов. Особенно Т-34. Я восхищаюсь этим танком. Наибольший интерес вызвала социальная организация в Беларуси. Это чистота городов, это общественный транспорт, это отсутствие преступности. В Бразилии города довольно хаотичны, и поэтому белорусское спокойствие мне очень импонирует. Что касается разницы в менталитете, то да. Да, конечно, у нас есть очень большие различия. Для меня это было определенным культурным шоком, когда я впервые оказался в Беларуси. Особенно различия в кухне. Но между нашими народами также есть много общего. Например, то, как вы и мы принимаем гостей. Я почувствовал эту доброту, это желание помочь, эту радость, когда меня принимали здесь. Мне это очень импонирует, и этим очень похожи наши народы. А что касается различий в кухне, то белорусская от бразильской кухни отличается тем, что в белорусской кухне больше овощей, больше не мясных блюд, она более легкая. А в Бразилии гораздо меньше овощей. Основной акцент сделан на мясе. Это и свинина, и говядина, и все разновидности мяса. Что касается разницы в блюдах, то еще я бы хотел отметить, что мы в Бразилии употребляем много хлеба. Но наш хлеб – это белый хлеб. А у вас здесь больше распространен черный хлеб, которого у нас практически нет нигде. Также разница в кофе. Бразильский кофе более крепкий. Чтобы с утра его выпив, можно было сразу проснуться. В Белоруссии он немного слабее. Вот это было очень непривычно. Про интерес к Великой Отечественной войне, свои книги и советскую библиотеку. Я изучаю Великую Отечественную войну. У нас в Бразилии ее чаще называют Второй мировой. Но для меня важнейшее значение имеет именно Великая Отечественная война. Я изучаю ее более 30 лет. Для меня это дань памяти героизму советского народа, героизму женщин и мужчин, которые прошли эту войну. Я написал уже семь книг о Великой Отечественной войне. И все они в основном посвящены Красной Армии. Почему Красной Армии? В Бразилии очень сильно пострадала во время Холодной войны. Многие западные страны во время Холодной войны старались исказить правду о Великой Отечественной, преуменьшить роль Красной Армии в освобождении мира от фашистских захватчиков. Для меня мои книги – это попытка восстановить историческую справедливость, а также фактически это дань историческому сопротивлению попыткам западных стран фальсифицировать историю. В моей книге не подвергается сомнению тот факт, что основной вклад в победу над фашизмом во время Второй мировой войны был сделан Красной Армией. Именно Красная Армия является истинным победителем Второй мировой войны. Интерес в Бразилии к Великой Отечественной войне, ко Второй мировой войне не настолько большой, но в основном из-за того, что очень мало литературы. Поэтому я стараюсь делать все, чтобы у бразильцев было как можно больше информации о данном периоде времени. Моя книга на португальском языке, потому что, как я уже говорил, основная моя задача – это рассказать бразильцам правду о Великой Отечественной войне. И поскольку у нас очень мало литературы, я везде прошу, чтобы и в Беларуси, и в России переводили как можно больше материалов на португальский язык для того, чтобы я мог распространять эту информацию среди бразильцев и познакомить как можно больше бразильцев с этим периодом. Я выпускаю книги как независимый писатель, независимый исследователь, поскольку наше издательство не очень заинтересовано в распространении книг по данной тематике. Мои книги можно купить в интернете, в социальных сетях, в моем инстаграме, где я рассказываю о Великой Отечественной войне. Я заинтересовался изучением Великой Отечественной войны 30 лет назад, еще при Советском Союзе. В моем городе, Рио-де-Жанейро, была библиотека, в которой были представлены переводные советские книги. Я их читал, и у меня все больше и больше разгорался интерес к этому периоду. И там я продавал много литературы советской, в португазе и в испанском. И тогда начался мой интерес читать и аксессировать этот материал. Я прочитал тогда много книг о борьбе советского народа против фашистских захватчиков. Это меня захватило. Но когда Советский Союз прекратил свое существование, у нас в городе исчезла эта библиотека. Тогда я для себя решил, что продолжу просвещение бразильского народа по теме Великой Отечественной войны. Сейчас я хочу представить последнюю из моих книг «Эта красная сталь», в которой я рассказываю об основных битвах Второй мировой войны. Это битва за Москву, Сталинград, операция «Багратион», битва на Курской дуге и все другие до момента падения Берлина. В этой книге я затрагиваю не только битвы, но и дипломатический аспект Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Я рассказываю о битвах, которые разгорались в политике, в основном между Советским Союзом и союзниками. Этой книгой я хочу представить бразильцам полную картину того, как проходили битвы не только на поле боя, но и в международной политике. В настоящее время геополитическая напряженность влияет на все страны. Я считаю, что роль, которую на данный момент играют США и страны НАТО, отрицательная. И это может привести к крайне негативным последствиям для всего мира. Поэтому считаю, что и Беларусь, и Россия, и Бразилия, и страны БРИКС могут сыграть неоценимую роль в том, чтобы построить новый миропорядок. Особенно учитывая, что на данный момент есть большой запрос на то, чтобы изменить геополитику и сделать правила игры гораздо честнее. Я считаю, что Беларусь сближается с Бразилией, и Бразилия сближается с Беларусью. Присутствие Беларуси в Латинской Америке должно усиливаться с тем, чтобы продвигать идею установления нового миропорядка, сближаться с народами Латинской Америки так, чтобы даже несмотря на то, что наши народы находятся далеко друг от друга, политически мы были близки. Про БРИКС и основные задачи объединения. БРИКС – это в первую очередь способ построения новой геополитики. Многие критикуют БРИКС, в том числе многие в Бразилии ее критикуют. Но это и хорошо, поскольку БРИКС создает новое общество. Общество, в котором нет гегемонии. Общество, в котором есть плюрализм и мультикультурализм. А это очень важно, чтобы организация прислушивалась к мнению всех и вырабатывала единые принципы построения общества. Есть те, кто критикуют БРИКС, потому что хотят оставить тот миропорядок, который есть сейчас. Это те, кто поддерживают США, это те, кто поддерживают НАТО. Поэтому они не хотят никаких изменений. Они хотят сохранить статус-кво. И такая критика вредна, поскольку она не приводит к каким-либо изменениям. Считаю, что Беларуси есть место в БРИКС, в которой сейчас уже больше пяти стран, и во время следующего переговорного раунда Беларусь будет принята в БРИКС, чтобы дальше содействовать построению нового международного миропорядка. В Бразилии отношение к БРИКС к международным организациям таково. Многие полагают, что для того, чтобы развиваться дальше, Бразилии как государству необходимо развивать внешние торговые связи, в первую очередь в экономической сфере. Поэтому многие рассматривают БРИКС как площадку, на которой Бразилия сможет развивать свои международные связи с участниками БРИКС, получить технологии и компетенции в тех сферах, в которых США либо страны Европы отказываются помогать Бразилии. Да, конечно. Учитывая наличие внутренних проблем в Бразилии, не все в обществе обращают внимание на международные отношения и на развитие Бразилии в рамках БРИКС. Зачастую это, конечно, специалисты, которые предметно занимаются данным вопросом. Да, есть также и люди, которые аффилированы с Фашингтоном, с Европой, которые не хотят дальнейшего развития отношения Бразилии со странами БРИКС и работают в этом направлении. Как пример можно привести Аргентину, в которой победил новый президент, и этот президент отказался от вступления Аргентины в БРИКС. Его победа – это тоже часть вмешательства США во внутренние дела Латинской Америки. Но в отличие от Аргентины, в Бразилии сейчас прогрессивное правительство, которое считает необходимым развивать экономические отношения и с Белоруссией, и с Россией, и с Китаем, и с Ираном. И считает это очень важным и уделяет этому большое внимание. Зачем президент Франции встречался с президентом Бразилии? Правительство Бразилии в первую очередь считает необходимым развивать отношения со всеми странами. Оно поддерживает принцип равенства международных отношений. И поэтому, когда на встрече с президентом Франции разговор шел о БРИКС, и прозвучал вопрос, может ли Франция вступить в БРИКС, на это, конечно же, был отказ, поскольку Бразилия никогда это не поддержит. Но для Бразилии самое важное то, что Бразилия поддерживает. Это равноправное развитие отношений как в политической, так и в экономической сфере. Развитие экономических отношений с Европой помогает Бразилии с сохранением экспорта. Помогает Бразилии бороться с бедностью, неравенством в нашей стране. Но в то же время отношения с Европой и со странами Запада, это не то, что поможет Бразилии полностью победить бедность и неравенство в стране. Это лишь часть общего плана. По моему мнению, то, что действительно может помочь Бразилии, это сотрудничество в рамках БРИКС, поскольку для борьбы с бедностью необходимы равноправные отношения, а не отношения начальника и подчиненного. Также хотел бы добавить, что ранее Соединенные Штаты были первым торговым партнером Бразилии. Сейчас это уже Китай. Почему Китай? Потому что Китай предоставляет те важные стратегические ресурсы и технологии, которые отказывается предоставлять США и страны Запада. Поэтому я считаю, что именно развитие в рамках БРИКС поможет. Может помочь в преодолении международных трудностей. Потому что страны Большой Семерки не могут решить проблемы, которые испытывают капиталистические страны. Именно поэтому президент Лула да Сильва также очень много внимания уделяет и мер Касур – объединению стран в Латинской Америке. Именно совместная работа стран Латинской Америки может помочь преодолеть проблемы бедности в регионе. Как помирить мир? Я считаю, что достичь мира возможно, только если мы начнем строить новые отношения между народами, между странами. Эти отношения не должны быть основаны на империализме. Они должны строиться на равноправии и уважении между странами. И только если мы начнем строить такие отношения, которые будут отвергать империализм, будут отвергать желание одного человека эксплуатировать другого человека, мы можем примирить враждующих. Мы должны помнить слова Карла Маркса «Нужно бороться против желания человека эксплуатировать другого человека». Мысли вслух Я хотел бы поблагодарить всех за то, как меня приняли в Беларуси. Хотел бы поблагодарить за радушие, за помощь, которую мне оказали во время путешествия запада на восток по всем городам Беларуси. Беларусь очень красивая страна. Хочу отдельно отметить уровень безопасности. Я не столкнулся здесь ни с какой дискриминацией. Большое спасибо за такое отношение. Хотел также отдельно заострить внимание и поблагодарить всех за те усилия, которые Беларусь прилагает к тому, чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне, сохранить память о жертвах, мужчинах и женщинах, которые положили свою жизнь на то, чтобы победить фашизм, за те усилия, которые Беларусь прилагает, чтобы рассказать молодому поколению о своей истории и подвиге своего народа. Хотел бы отдельно отметить, чтобы беларусы не верили той пропаганде, которую мы слышим от стран Запада. У вас великолепная страна, очень красивая. Вы ведете независимую международную политику, защищаете свои интересы. И точно так же, как и мы в Бразилии, сталкиваетесь с пропагандой США и стран Запада, об их превосходстве и в производстве, и в других сферах. Этому верить нельзя, потому что все мы стараемся развивать наши страны независимо, но в то же время сотрудничать друг с другом. И в заключении хотел бы отдельно поблагодарить вашего президента Александра Лукашенко. Благодарю, президент Лукашенко.